Стартовая площадка Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Стартовая площадка». Мы вещаем в прямом эфире на интернет-радио «Шансон-24» из студии «Ночное такси» в Санкт-Петербурге. И одновременно мы смотрите этот эфир на нашем телеканале «Ночное такси» на YouTube. Ведущей сегодняшней программы выступаю я, Эльвира Фрумина. Постоянно наш ведущий Аркадий Фрумин в творческом отпуске коротком. У него сессия, он вернется к нам на этой неделе, будет представлять петербургских музыкантов в этом эфире. За пультом звукорежиссера сегодня Анатолий Воронов с нами. А в гостях у нас замечательный автор-исполнитель Андрей Евсеев, который прибыл к нам из Смоленска. Мы рады его очень приветствовать. С Андреем нас связывают годы дружбы. Могу уже сказать годы, потому что с 2017 года мы работаем. Связывают годы дружбы и сотрудничества. И я думаю, что хорошо вы его уже должны знать по тем материалам, которые мы публиковали в эфире нашего телеканала и по тем песням, которые звучали на нашей интернет-радиостанции. Записи Андрея мы представляли вам в фильме «Новый и лучше» в 2017 году. Вообще впервые его материал показал продюсер Александр Фрумин тоже в 2017 году. Андрей – доктор медицинских наук, профессор. Он работает, преподает в Смоленском государственном медицинском университете. Заведует кафедрой нормальной физиологии, а также является руководителем научно-исследовательского центра этого вуза. То есть вот такой ученый муж прибыл к нам в сегодняшний эфир и очень яркий, интересный автор песен. И мы на сегодняшний день издали уже третий альбом Андрея Евсеева, который называется «Ночной трамвай». И, собственно, для презентации этого альбома Андрей сегодня прибыл в Санкт-Петербург. Я бы хотела слово вам передать для приветствия, а потом уже продолжим нашу программу. Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте, Анатолий. Приветствую всех слушателей замечательного радио «Шансон-24» и фанатов студии «Ночное такси». Вот умею совместить приятное с полезным. Я приехал в Санкт-Петербург в воскресенье для того, чтобы поучаствовать в очень важном научном совещании по гипоксии, всероссийское совещание, где вчера выступал с докладом. Но выступая с докладом, я очень волновался, потому что все время думал о том, что меня ждет еще одно выступление, более ответственное, ну, можно сказать, на весь мир. Нас же слушают не только в России. Ну да, онлайн-трансляция звучит везде. И, кстати сказать, у нас есть, я знаю, что нас слушают и в Прибалтике, и слушают в Германии, и музыканты, и друзья наши. Рейтинги растут. Да, рейтинги растут. Я стараюсь повышать. Это замечательно. Может быть, на какую-то песню, ну, не какую-то, наверное, а заглавную, скорее всего, да, из той пластинки, которую мы издали, которую мы сегодня заявляем, поставим для начала. Да, для тех, кто будет нас смотреть на Ютубе, вот я предъявляю реально документ о том, что пластинка вышла. Все по-честному. Да, называется она очень в тему студии «Ночной такси», «Ночной же трамвай». Ну, в общем-то, это касается моего любимого города, в котором я живу, работаю, в Смоленске. О Смоленском трамвае идет речь. Давайте послушаем песню, а потом, если надо, о ней поговорим. Хорошо. Луна за окнами летит, спешит в ДПО «Ночной трамвай». Уже двенадцать без пяти, с весной уходит месяц май. Два кавалера и раба, Сергей и я у ног твоих. Но ждет нас разная судьба, любовь не делят на троих. Но ждет нас разная судьба, любовь не делят на троих. Ты подышала на стекло и написала «Я люблю». Я только об одном молю, чтоб все решилось здесь, сейчас. У букв неправильный наклон, они смеются надо мной. Им абсолютно все равно, кого ты выберешь из нас. Могу сказать я хоть кому, Сережка самый лучший друг. Но объясните, почему я пожалел об этом вдруг. В трамвае тесно нам двоим, но я шепчу своей судьбе. Пусть будет другом он моим, оставшись другом и тебе. Пусть будет другом он моим, оставшись другом и тебе. Ты подышала на стекло и написала «Я люблю». Я только об одном молю, чтоб все решилось здесь, сейчас. У букв неправильный наклон, они смеются надо мной. Им абсолютно все равно, кого ты выберешь из нас. Луна за окнами летит, спешит в депо ночной трамвай. Уже двенадцать без пяти, с весной уходит месяц май. В Смоленск любуется луной и ловит звезд июньских свет. Спешит в депо трамвай ночной, теперь он знает твой ответ. Спешит в депо трамвай ночной, теперь он знает твой ответ. Ты подышала на стекло и написала «Я люблю». Я только об одном молю, чтоб все решилось здесь, сейчас. У букв неправильный наклон, они смеются надо мной. Им абсолютно все равно, кого ты выберешь из нас. В эфире «Стартовая площадка». Дорогие друзья, это программа «Стартовая площадка». Напоминаю, что в гостях у нас замечательный автор-исполнитель Смоленск Андрей Евсеев. И мы представляем его новый альбом, который буквально вчера прибыл на студию «Ночное такси». Это его третий альбом, изданный на студии «Ночное такси». И четвертый релиз, потому что первый альбом Андрей издал, альбом назывался «Я знаю» в 2015 году. И затем, год за годом, начиная с 2017 года, он издавал по одной программе на студии «Ночное такси». В 2017 году был издан его «Диск «Золотая». В 2018 году «Немножко люблю всех женщин» мы издали программу. И вот в 2019 году Андрей вместе с нами издал проект «Ночной трамвай». Вот несколько слов об этой песне, которая явилась за главной композицией альбома. Не знаю, может, это удивит слушателей, но песня эта крайне древняя. Ей больше 20 лет. Я начал писать стихи и, соответственно, песни в 33 года. В 1996 году была написана первая. Эта песня где-то в 1997-1998 году была написана. И вышла в виде небольшого сборничка. И она вот так в стихотворном виде. В стихотворном виде. Ну и музыкальная тема уже была. Под гитару я её исполнял друзьям, знакомым иногда на каких-нибудь туристических поездках. Но вот ожила она и родилась не так давно. То есть музыкальное наполнение появилось такое с бэк-вокалом замечательным. Юлия Сулиценко-Тютюник. Это произошло два года назад, эта запись состоялась. Ну и то она отлежалась, она выдержанная песня. Ну вот, Андрей, вы рассказывали, и мы писали об этом на нашем сайте, о том, что эту песню вы приурочили к 117-летию заслуженного вашего предприятия, городского троллейбусно-трамвайного депо, Смоленск. Я всегда забываю, как оно называется предприятие СМОТ и ТТП. У них там как-то... Да, и Кирилл Ващилин, их руководитель. Вот мы с ним встретились. И мне необходимо было, вот не знаю, будет ли хорошо видно, сфотографироваться обязательно в трамвае. Причём самым красивым трамвае Смоленска. И мне достался трамвай номер 241. Вот я нахожусь за рулём этого трамвая. Внимание, дорогие зрители. Да, за рулём. Правда, у трамвая нет руля. Фотосессия этого альбома специально была в трамвае на троллейбусном депо Смоленска проведена. Надо сказать, Андрей, что вы, ну, в моём понимании таком слушательском, как-то концепция альбома, когда у вас возникает, не знаю, правая или нет, у вас всё как-то в единстве. Стихотворная сторона, музыкальная сторона и обязательно оформительская сторона. Это я помню по альбому «Золотая», потому что обязательно концепция альбома должна была быть отражена. Ещё и в оформлении обязательно должно быть... Это почти как по чеху. Человеке должно быть прекрасно. Так и в альбоме должно быть всё прекрасно. Очень сильно помогает то, что аранжировки делаются одной группой музыкантов. Очень сильно помогает то, что студенты мои принимают участие... Именно в графическом оформлении, в полиграфии, макета альбома. Макет, да, делается. Ну и собственные какие-то мысли всегда меня беспокоят, тревожат. Ночью придумываешь что-нибудь, какая идея должна быть воплощена. Вот воплощение получилось прекрасное, мне кажется. Но вы не только посвятили... Да, но вы выступили ведь с концертом полноценным. Как раз депо просто повезло, потому что прибыл артист и прозвучала целая программа на празднование. Вы знаете, наш вуз находится почти рядом с депо. Я мог бы и пешком, но правда я приехал на машине, как полагается, артисту. Выступил с двумя песнями. Одна песня, вот как раз «Ночный трамвай», а третья, вторая песня, она войдет в шестой мой диск. Потому что впереди у нас со студией «Ночное такси» огромные перспективы. Сейчас я вообще работаю над седьмым, учитывая, что это четвертый. В общем-то мы еще как следует поработаем, выполним. То есть все впереди у нас еще, по Саши. Конечно. А я бы хотела немножко вернуться назад и вспомнить, как Ваши песни Саша встретил в интернете. Я обратила внимание действительно на то, что это такой самобытный, очень интересный материал. Но он всегда находился в поиске новых авторов, в поиске новых исполнителей. Действительно очень любил русскую песню, русскую музыку яркую, интересную. И встретившись с Вашими песнями, очень был рад тому, что такое свежее слово, ироничные, интересные, яркие тексты. Сразу он литературную основу серьезную, хорошую отмечал в Ваших произведениях. И поэтому пригласил Вас на запись в феврале 2017 года с тем, чтобы Ваш материал представили широкую-широкую аудиторию студии «Ночное такси». И Вы еще до знакомства с Вами помните, он провел тогда интервью. Вернее, он представил Ваш материал в программе «Стартовая площадка». Почему я попросила сейчас режиссера нашего Анатолия, чтобы он именно стартовую площадку использовал в сегодняшней программе. Мы работаем именно в этой программе, потому что Саша впервые Ваш материал тогда показал именно там. Да, я даже не поверил, что мне позвонил такой человек. Сначала первый контакт состоялся через социальные сети, а потом мы поговорили по телефону. И я с большим удовольствием приехал в Санкт-Петербург, с которым меня многое связывает. Я здесь и докторскую диссертацию защищал. Здесь живет у меня мой брат Олег. Кстати, аранжировщик, ведь он уже участвует, помогает Вам создание. Именно он организовал мне весь эту возможность получать хорошие аранжировки. Надеюсь, что он нас слушает сейчас тоже по радио. Итак, что касается самого альбома и его концепции. Мы с Эльвирой тут говорили в паузе, чтобы я мог его представить, каким-то образом показать, что его отличает от других, может быть, дисков, которые вышли раньше. Тут больше эксперимента, кто будет его слушать, кому он попадется в руки. Если предыдущие мои альбомы больше имели наполненность стихами, нежели музыкой, хотя трудно сказать, но многие меня критиковали, что там больше авторской песни, там много такого простого шансона, но я решил поэкспериментировать. Саша говорил, ритмизованной поэзии. Да, именно ритмической поэзии. То здесь есть эксперименты, которые выводят меня на линию эстрады, на линию даже рока. И много вальсов таких интересных. Альбом такой, на самом деле, разнохарактерный, но в целом это всё-таки программа такая лирическая, программа о любви. Это моя фишка. Редко кто может похвастаться тем, что у него, допустим, 100 песен, и из них 95 о любви. Нет, ну у вас, вы о любви сочиняете и поёте совершенно всегда по-разному, потому что, если, я не знаю, взять альбом «Золотая», в которую вошла песня «Ревнивая неверная жена», то с большой натяжкой, наверное, можно назвать эту песню «Песня о любви», потому что ты моя неверная жена, я тебя, наверное, через паузу, автор говорит, убью. Это ревность, а ревность – это крайняя такая пограничная степень любви. От любви до ненависти один шаг, говорят, но ревность, вот она иногда приводит и к этому. Ну вот Саше всегда, Саше вот именно нравилось то, что вы можете и хулиганские песни написать, и ироничные песни написать, что не боитесь какое-то хлёсткое слово использовать, не боитесь высказаться так очень остро и определённо на тему отношений мужчины и женщины, на тему каких-то коллизий, любовных конфликтов, и видите это действительно по-особому, потому что у вас свой самобытный авторский взгляд на жизнь, на вещи, и стихи ваши это отражают. Следующая песня, она называется «Ангел мой», и это лирическая, с испанскими нотками вещь, уносящая нас в рыцарские времена. Очень красивая по музыке композиция. Тоже очень старая песня. Музыка. 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 Солнце златокрылое Я скрылась в облаках Ты уснула, милая, На моих руках Пой, пой В тихой песне той Есть припев простой Ангел мой, в день и час любой Я храним тобой По степи дымящийся конь стрелой летит А стрела разящая мимо просвистит Пой, пой, в тихой песне той Есть припев простой Ангел мой, в день и час любой Я храним тобой В жаркой схватке над плечом Раскололся щит Но не в этот день мечом Буду я убить Пой, пой, в тихой песне той Есть припев простой Ангел мой, в день и час любой Я храним тобой Пой, пой, в тихой песне той Пой, пой, в тихой песне той Пой, пой, в тихой песне той Перед каждой битвою Вижу вещий сон Что твоей молитвою Буду я спасен Пой, пой, в тихой песне той Есть припев простой Ангел мой, в день и час любой Я храним тобой Пой, пой, в тихой песне той Есть припев простой Ангел мой, в день и час любой Я храним тобой В эфире стартовая площадка В эфире стартовая площадка, дорогие друзья И мы сейчас слушаем новый диск Новый альбом Автор-исполнитель Смоленск Андрея Евсеева И прозвучала первый трек Этого альбома Ангел мой Я думаю, вы оценили красоту этой песни Мелодическую составляющую Красивую очень композицию Вообще сам альбом Верический по характеру Очень красив по музыке Мы с Андреем за пределами эфира говорили Я спрашивала у него Верно ли я понимаю, как слушать Что от альбома к альбому Он, ну, и Андрей сейчас в эфире Пояснение-то дал Стремится к какому-то эксперименту Стремится какие-то новые Грани творчества своего В каждой программе показать Потому что первые его альбомы Там действительно стихотворная основа В первую очередь песня была важна Смысловая А здесь уже А здесь музыка Музыка Но на самом деле ваши аранжировки Ваше исполнение Фрумин тоже отмечал Что действительно хорошие аранжировки Но здесь просто очевидный акцент На соло красивых музыкальных инструментов И музыкальные красивые вещи Вся программа такая Да, дело в том, что я когда писал стихи Некоторые я даже не очень любил петь Потому что я понимал, что Я не могу вложить в них Ту музыкальную основу на гитаре Которая она должна была бы проявить себя Вот, но... Кто вам помогает? Вот помогал в создании этого альбома? Я знаю, что вы работаете Сотрудничаете с двумя студиями Одна из них в Смоленске Ну, тоже это питерские музыканты Тут есть некоторая интрига Но этой темой заведует мой брат Я пока не хотел бы раскрывать до конца все нити Которые в Петербурге живут Да, Петербургские Мой брат Олег Лужецкий Он музыкант профессиональный Заканчивал медучилище Извините, музыкальное училище Вот что значит профессиональный Это перекос, да? А у вас просто профессия основная И творческая работа Они как-то вот спаяны, связаны Я всегда студентам говорю Вы знаете, вот нам очень везет преподаватель У нас так много свободного времени Вот у вас занятие идет А я могу выйти Я не говорю, что я могу написать стихи Но могу в этот момент что-то придумать Чем-то заняться Отправить, допустим, демо-версию По интернету музыкантам Чтобы они начали над ней работать Потом возвращаюсь, продолжаю занятия А на самом деле процесс идет Поэтому на вопросы, когда мне задают Когда вы все успеваете Я говорю, в то время, когда гуляешь с собакой Да тоже очень сильно помогает Порой из интернета в телефон Тоже получаешь готовый материал И вот уже на улице Сам его первым слушаешь Так приятно Это вот, что появились эти коммуникации Андрей, я хочу еще, чтобы вы сказали О сотрудничестве с Юлией Сетюник Сулиценко С которой вы работаете Вторым альбомом Это просто большое счастье Что мне удалось с ней заочно Мы никогда не виделись Мы даже не переписываемся особенно Юлия Бэквакалы Партия Бэквакалы Исполняет во всех треках этого альбома Юлия живет на Украине Город Никополь Я знаю, что она сейчас Очень востребована Во-первых, как бэквокалистка А во-вторых, вот у нее начинается Своя карьера Вокалистки Вокалистки, да Она известный композитор Назаров Который сейчас работает На Украине Привлекает ее В разные музыкальные свои проекты Сейчас они, по-моему, снимают мюзикл Вечера на хуторе Близди Каньки Но у нее столь яркие партии бэквакала Что в некоторых произведениях Когда, так сказать, вы поете вместе с ней В некоторых произведениях воспринимаются Некоторые песни как дуэтные Потому что очень... Ну я обещаю, что в следующих моих альбомах Будет по одной ее сольной песне Очень выразительно Все это звучит Очень красивый голос у Юлии Сегодня мы будем представлять альбом Которым ее песня есть Я сделал такой подарок Они, правда, подошли немножко творчески Она не прозвучит сегодня, но в перспективе Все могут найти эти песни в интернете Андрей, вопрос такой Продолжая разговор об этом альбоме Вы начали говорить, что песня разнохарактерная Какой по стилю этот альбом по-музыкальному? Как вы его определяете? Потому что я, когда слушала Так поняла, что это некий музыкальный калейдоскоп Ну и по темам Потому что разные грани, оттенки настроений Все, что касается каких-то тоже личных переживаний И лирической темы как таковой, любовной темы Это все по-разному высвечено в каждой песне Ну и музыкально это все сделано по-разному Может быть, это можно назвать музыкальной философией любви Вот так, дорогие друзья Не могу писать простые песни Серьезные? Танцевальные, например Мой брат меня всегда упрекает Ученый муж Андрея Евсеев Напиши его и танцевальный хит Чтоб все его слушали Чтоб тебя сразу узнали по этому Я говорю, мне как-то не то, что не получается Раз неинтересно, поэтому и не получается Не мое, наверное Ну, может, когда-нибудь и напишу Как песни про Питер, которая уже звучала однажды Да, всегда в работе с Андреем Евсеевым могу сказать Что он всегда предваряет, рассказывает о своих творческих планах Иногда звонит, делится, напевает какие-то песни И какие-то песни присылает Мы анонсируем их в наших программах А потом они входят уже в его следующие альбомы Мы сегодня попели немножко Из седьмого диска пару песен Нет, ну Питерская песня замечательная Я жду, когда про растральные колонны, разведенные мосты О том, что целуются влюбленные на фоне красоты Когда эта песня уже будет опубликована И в какой альбом она войдет Шестой альбом, он будет называться Это название уже стопроцентная То есть интрига будет какое-то время еще сохраняться Белый круг В альбоме Белый круг эта песня прозвучит Да, прозвучит обязательно А что мы послушаем сейчас? А вот сейчас тоже песня «Эксперимент» Она называется «Надбездной» Это вот из тех песен, которые я не любил петь Потому что мне казалось, что я не могу вложить в нее всю свою энергию И только вот опять аранжировка мне помогла ее Решить Пережить правильно, правильно ее спеть Закачаются весы Мы живем как на пределе Встречи втиснуты в часы Расставания на неделе Я гляжу на горизонт Все советы бесполезны Если это сладкий сон Я легко взлечу над бездной Сквозь ладонь песок течет Звезды падают с горая Что нас пропасти плечет Там открыты в двери рая Я гляжу на горизонт Все советы бесполезны Если это сладкий сон Я легко взлечу над бездной Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова День за днем десятки лет Под косу ходит каждый Будет завтра или нет Кто за нас решит однажды Я гляжу на горизонт Все советы бесполезны Если это сладкий сон Я легко взлечу над бездной Но сбываются мечты Если искренний порыв Вновь со мною рядом ты Мы на краешке обрыва Мы глядим на горизонт Все советы бесполезны Это будет сладкий сон Мы вдвоем взлетим Над бездной В эфире Стартовая площадка Дорогие друзья, в эфире программа Стартовая площадка И мы сегодня в студии Встречаем нашего друга Могу сказать уже Автора-исполнителя Смоленска Андрея Евсеева Который не первый альбом Издает уже на студии Ночной такси И сегодня презентует свой Третий диск Который Выпустил вместе с нами Эта программа Ночной трамвай Мы обсуждаем этот альбом Слушаем песни И мне вспомнилось Пока мы слушали Эту композицию Над бездной Вы рассказывали Как вы работаете Над стихами Над произведениями Что вот в частности Встреча с Александром Фруменом Вас подвигла Я хочу просто Это обязательно надо рассказать Напомнить это Я всегда стараюсь В любой программе Вернуться Естественно И вспомнить И рассказать о Саше Особенно если Исполнитель С Фруменом Успел поработать А Андрею Это довелось Вместе И поработать в эфире С Сашей И поработать На съемочной площадке Вот И потом уже Когда мы с Андреем Встречались Уже после Сашного Кода жизни Он сказал Что Саша Как продюсер Подвиг его На такую систематическую работу Над своим песенным материалом Потому что я помню В этом эфире Фрумен рассказывал Что проводя свои программы В частности Программу Ночной такси Он всегда следовал Принципу регулярности Он никогда Не пропустил Ни одного эфира И всегда Его программа В эфир выходила Еженедельно Если это не могло Произойти Вживую Как бы В режиме реального времени То обязательно В эфир выходила Программа Это в записи Вот И потом Впоследствии Когда вы приезжали Вы говорили Что именно Такой подход Систематический К творческому труду Подвиг вас Тоже на то Чтобы Он человек Который просто заражал Он кипел энергией И заражал Да Чтобы По определенной системе Создавать стихи Я помню Меня очень удивили Сказав Что познакомившись с Сашей Вы поставили себе Какой творческий план Если бы вы знали В каких условиях Я потом начал писать стихи Определенное количество песен Создавать В определенный период времени Так ли это Расскажите об этом Пожалуйста Скажу о себе Что Мною написано За весь период творчества Более Двухсот стихотворений Ну Если так точно Двести двенадцать Не считая Того Что может быть Я не хотел бы Пока еще публиковать Что может показалось сырым То есть то Что опубликовано На страницах интернета И вот Половина этого Написана После встречи с Руминым Учитывая что Я работал до этого Двадцать лет То есть За два года После встречи с Александром Я столько же написал Сколько за весь Предыдущий период Деятельности И эта энергетика Была столь сильна Что Иногда Сам себе Даже даешь приказ Писать каждую неделю Обязательно Стихотворения Ну вот Андрей Как это вообще Возможно соединить Вот импульс творческий Да Все-таки Это как Некая такая Спонтанная Ну В моем Ну В моем понимании История Да Создать какой-то То есть Это что-то Что-то сверху Должно снизойти Спуститься на поэта Чтобы он Придумал Сейчас скажу Вот такую Примитивную фразу Что вот Вы удивитесь Смартфоны помогли Да вы что Ну вот раньше Я выходил Допустим На улицу Я не мог записать Свои строчки Дождь идет Или что-то там Погода Руки мерзнут Вот карандаш Не будешь с собой брать А дома Времени не всегда хватает А теперь Во время Вот гуляя с собакой Джонни мой Цверкшнауцер Очень помог мне Тоже в моем творчестве Тоже удивительно Целых три часа в день У меня свободного времени Я в смартфоне Могу записывать идеи Иногда дописывая их дома Потому что идея уже родилась Ее надо довести до кондиции Как до конца Философского смысла А некоторые стихи Я прихожу домой И удивляю супругу Свою любимую Мариночку Она сейчас меня слушает У нее сейчас идет занятие Передаю Марину вам привет Занятие в индийской группе В нашем вузе На наушниках Она меня слушает Думаю сейчас улыбается очень Вот Мариночка Я тебя очень люблю Вот Я ее сразу читаю И удивляю каждый раз Тем что Уходя Она первая слушатель Всегда Всегда И первый критик Критик такой стопроцентный Если что-то у меня не удается Или не получается Я потом задумываюсь над этим Иногда удаляю целые куплеты Из стихотворений Которые песнями становятся Иногда подправляю строчки Но бывает Иногда конечно Я такой Не то что мягкий Совсем Иду на принцип И говорю Что тут исправить нельзя Тут так и должно прозвучать Своё право автора На ту редакцию Которую устраивает вас Слушатель имеет право на мнение Автор имеет право на решение Видите дорогие друзья Мы сейчас По сути Приоткрыли дверь В творческую лабораторию Поэта Композитора Исполнителя Андрея Евсеева Всегда на самом деле Интересно понять Вот Вахматова задавалась вопросом С какого ссоры растут Стихи Не ведая стыда Высоцкий Высоцкий тоже Поэтическое Призвание Толковал по-своему Поэты ходят пятками По лезвию ножа И режут кровь Свои босые души У каждого свой подход Высоцкий это половина Моего сердца Потому что Я очень хорошо знал Его репертуар Наизусть очень многое знал Его стихов И многие песни мои Похожи даже По стилистике на него Хотя вот я говорю Друзьям своим иногда Что вот я написал Ну так как говорить Под Высоцкого Он говорит Да нет Нет Это не под Высоцкого Высоцкий это видимо Ещё критерий Такого истового отношения Просто к жизни К материалу Потому что Это те стихи Которые рвутся наружу Это действительно То незаданное творчество Искреннее Истовое Которое Невозможно повторить Это удивительно Сегодняшние песни Которые Я с этого альбома Демонстрирую Всем им за 20 лет Вот сейчас третья песня Которая прозвучит Она тоже Из стареньких Из стареньких То есть Андрей Создавая Вот отбирая песни Для будущей программы Вы не обязательно Садитесь И создаете новые песни Это могут быть Какие-то песни Прошлых лет Выкомплектуете Но всё меньше и меньше Сейчас всё больше И больше новых Потому что Старые кончаются Когда-нибудь То есть Пока мы слушаем Следующую композицию Из вашего альбома Как она будет называться? Она называется Крылья любви Раньше называлось Ещё раз о крыльях Поэтому я так Замешкался Тоже запоминающаяся песня Очень красивая Лирическая вещь С удовольствием слушаю Пусть говорят Что всё, мол, станет Пылью Всё в воле Божьей Ходим мы под ним У ангела есть Пара белых крыльев А человек Рождается За дни Завидуя И ангелам И птицам Не уставая Верить И мечтать Мы часто По ночам Сцепив ресницы На дом-грыле Пытаемся Летать Кто по хитрее Друг друга Взяв за плечи Взлетают Вразнобой Хоть как-нибудь Летят Но, к сожалению, Не долече Ведь каждому Свой предназначен Путь Но иногда Воскликнув Удивлённо Мы видим То, чего Не может быть Бог Крылья Для полёта Дал Люблённым Чтобы Никто Им Не мешал Любить Но иногда Воскликнув Удивлённо Мы видим То, чего Не может Быть Бог Крылья Для полёта Дал Люблённым Чтобы Никто Им Не мешал Любить Бог Крылья Для полёта Дал Люблённым Чтобы Никто Им Не мешал В эфире Стартовая площадка Дорогие друзья Звучит программа Стартовая площадка Из нашей студии В Санкт-Петербурге Мы слушаем Альбом Андрея Евсеева Автор-исполнитель Из Смоленка Альбом называется Ночной трамвай И напоминаем Слушателям Которые только что К нам присоединились Андрей Евсеев Является Доктором Медицинских наук Профессором Преподает В Смоленском Государственном Медицинском Университете И Не только преподает Но и выступает С концертами Потому что Ваша работа Ваша деятельность Профессиональная И творческая деятельность Они как я понимаю С каждым годом Всё больше и больше Смыкаются Пересекаются И творчество ваше Знают и студенты И преподаватели И вы даже Вы выступаете С концертами И участвуете в конкурсах Недавно был Чем-то Расскажите Расскажите пожалуйста Об этом Да Два события состоялось Таких для меня Знаковых в этом году Точнее В прошлом году Потому что Я родился 14 декабря Как раз В прошлом году Мне исполнилось 55 лет И состоялось 20-летие Моего присутствия На сцене Ну в первую очередь Медицинского университета Но и на прочих площадках Я не мог конечно Не выразить себя В таком творчестве То есть Получается что Достаточно активно Выступаете в Смоленске Не могу сказать так Но услышать вас можно Можно Но в стенах Во всяком случае Родного университета Можно Раз в год И то не каждый Раз в год Раньше на празднике 8 марта Я обязательно поздравлял женщин Сейчас как-то Эта тема немножко угасла В этом году Например не было Такого концерта Но зато был у меня Двухчасовой концерт Где я мучился Сколько треков вошло 30 30 треков Причем Сопровождались они Все видео Картинкой хорошей То есть это была Полноценная подготовленная Программа Была с антрактом С двух частях И были гости Которые пели мои песни И некоторые родственники Вот мой брат Например Исполнял там Песню неверная жена Моя племянница Исполняла со мной И отдельно соло Вот песню Юлии Сулиценко Она исполняла Это первое событие Которое можно найти Кстати на моем Ютуб канале А если продолжать Вот тему Такого соединения Творческой вашей работы И вашей профессии Основной Вот за пределами Этого эфира Рассказали о том Что стали лауреатом Конкурса Да Впервые Ну можно сказать Не первый раз Которые проводили Медицинские учреждения Да Вот расскажите об этом Пожалуйста Вот уже 14 лет Как В России Проходит Ну соответственно Всероссийский Конкурс Искусств Фестиваль искусств Медиков Медицинских работников И студентов медиков В различных номинациях Выступают Из множества регионов России В этом году По-моему было 45 регионов Приезжают артисты И Смоленск принимал В этом году Полторы тысячи Музыкантов И Танцевальных И представителей Танцевальных коллективов Театральных групп То есть это самые разные Виды искусства Да То есть это и поэзия И музыка И мне было предложено Тоже от нашего вуза Выступить В номинации Авторская бардовская песня Где Повезло получить Заслуженно Заслуженно Как мы понимаем Слушая ваш материал Я выступил с песней Йетти Она тоже представлена В интернете Можете посмотреть Или послушать Эту песню Которая В общем-то Выиграла Первое место Среди Представителей Здравоохранения Андрей Поздравляем вас Поздравляем вас Спасибо То есть получается Что в вашей жизни Вот так В общем Две деятельности Профессионально Совмещены Потому что Очень приятно Переключаться С одной на другую Поэтому Если человек умеет Каким-то образом Переключаться Мы как физиологи знаем Что это Во-первых Продлевает жизнь А во-вторых Делает жизнь Очень интересной Насыщенной Я стараюсь Ну конечно Это новые эмоции Новые впечатления Новый опыт И творческая работа Которая вперед Влечет Конечно же Как раз сегодня Мы хотим Очередной наш Этап Общей совместной Деятельности Представить В виде нового Диска Очередного Который будет Опубликован Выпущен Где-то К декабрю Я правильно понимаю Что следующая часть Программы Будет посвящена Представлению Ваших новых песен Которые будут включены Ваш следующий Да Мне хотелось бы Анонсировать Этот диск Тем более Что Вот сегодня Я слушал с утра Передачу В которой говорилось О том Что в нашей стране Есть проблемы С производительностью Труда И захотелось Вот выпустить Два диска В этом году Даешь Как говорят Перевыполнение Плана Перевыполнение Да Музыкально-поэтического Социалистическое соревнование Как раньше было Кто больше Дисков выпустит На студии Ночное такси Всех призываю Музыкантов Работайте со студией Ночное такси Спасибо, Андрей Насыщайте их музыкой Спасибо большое Тем более Что действительно Саша придумал Совершенно уникальный Проект Музыкально-производственный Сам Этот проект Всю жизнь Прежизни продвигал Занимался Искал новые песни Новый материал Удивительно Что Саша Два года Как с нами Нет Его студия Живет По его принципам В памяти о нем Его дух живет Его дух здесь живет И приезжают новые музыканты Показывают свой новый материал Мы Совсем Недавно В начале Этой недели В начале прошлой недели Вернее Провели Фестиваль Очередной Который тоже Саше был придуман Фестиваль памяти Аркадия Северного Где очень много 15 апреля 15 апреля Мы проводили этот фестиваль В музыкальном клубе Адвард Грин концерт Как обычно Со съемкой на видео И тоже Программа собрала Очень много Новых музыкантов Которые и Работают И в жанровой музыке И Какие-то Фоль-коллективы Там присутствовали В частности Казачий коллектив Выступал Вся эта программа Была записана на видео Не менее 25 По-моему Музыкантов Было Да Было 23 Коллектива И солиста И записали Мы всего на видео 37 композиций И очень много Было показано До Собственно Фестиваля Вот здесь В этой студии Музыкального материала Были интервью на радио Как обычно Как талантлив Наш народ Да И конечно Вот Показать русскую эстраду Настоящую Которая Рядом с эстрадой Официально Всегда существует Может быть Она Просто не так Кем-то Хорошо знакома Публике Но благодаря тому Из нее вырастают Из нее вырастают Из нее вырастают Все правильно И вот Саша Как раз Звезды зажигать умел Это ему очень хорошо Удавалось Вот Поэтому Всегда Всегда его помним Всегда его чтим И студия его работает Всегда это повторяю По его принципам И в памяти о нем Всегда благодарна Тем музыкантам Которые Приносят На эту студию Свой новый талантливый материал Верят нам И Свои видища Свои песни Показывают Нашей аудитории И представляют Их здесь Поэтому Вот какая песня Сейчас дебютно Прозвучит Следующая Из вашей будущей программы Титульная песня Этого альбома Который называется Снег в июне Сразу скажу Про эту песню Что Это вот Песня предвидения Не так часто Снег летом Выпадает На наши поля И Крыши В апреле Семнадцатого Факт реальный Да В апреле семнадцатого Года Я Просто написал Эту песню Ну Как фантазию А в июне Выпал снег И можете найти фотографии Можете увидеть Как он идет Об этом По крайней мере Смоленской области Все-таки поэт Пророком является Что ни говори Все мы это знаем Бойтесь нас Мы пророки Ты взглядом Провожаешь Облака И так смешно От солнца Морщишь нос В моей руке Лежит Твоя рука Мне кажется Я к ней Почти прирос Я глядя На тебя Еще смеюсь Вот ты уже На цыпочках Стоишь Но сам в душе До холода Боюсь А вдруг За облака Одна Слетишь Здесь Тень дубра Прозрачность Чистых рек Цветенье Трав И детский Звонкий Снег Совсем Забыта Южная Зима И мы С тобой От лета Без ума Но выпадет Хоть раз За век В июне В июне Снег В июне Снег Нас Кружит Время В хороводе Лет Но я Еще раз Жать Не в силах Рук На них Глаза Прикрыть Хочу Но нет Опять Боюсь Что Ты Несчезнешь Вдруг Пусть Жаркий Ветер В гневе Рвет Листву Пусть Воды Подмывают Берега От лета Что Угодно Я Приму Все Что Угодно Только Не Снега Здесь Тень Дубра Прозрачность Чистых Рех Цветенье Трав И Детский Звонкий Снег Совсем Забыта Южная Зима И Мы С тобой От лета Без ума Но Выпадет Хоть Раз За Век В Июне Снег В Июне Снег Здесь Здесь День Дубра Прозрачность Чистых Рех Цветенье Трав И Детский Звонкий Снег Совсем Забыта Забыта Южная Зима И Мы С тобой От Лета Без ума Но Выпадет Хоть Раз За Век В Июне Снег Из-за Главной Композиции Из этого Альбома Только Что Прозвучало Андрей Вот мы О поэтическом Творчестве Много Сегодня Говорили А вот Из современных Поэтов Из современных Авторов Кто вам Как Как Человеку Как Поэту Как Музыканту Близок Интересен Чьё творчество Для вас Таким Является Тоже Ориентиром Может быть Во многом Вы знаете Ну Мы Вот Есть такой Анекдот Немножко Такой Ну В нашем Русском Стиле Про Чукчу Помните Когда Чукчу Решил Стать Писателем Он Сказал А Каких Ты Писателей Читаешь Он Говорит Чукча Писатель А не Считатель Да Так и я Извиняюсь Прошу прощения Всех Чукчей Очень уважаю Я больше Я сочинитель Сочинитель Но тем не менее Вращаясь в этой среде Узнаёшь новых людей И вот меня потрясло В последнее время Творчество Вот Недавно ушедшего из жизни Человека Которого Сергея Панина Он всегда В своём имени Ставил в конце Твёрдый знак Это был Схранительно молодой человек По-моему Было 46 лет Когда он Умер Он писал Удивительные стихи Я вот читаю его Верным продолжателем Творчества Владимира Семёновича Высоцкого Своего рода Такой Персональной Реинкарнации Он был и сам Как личность Выразительный Но вот я в нём И в голосе И даже в внешнем виде И в стилистике И в ритме стиха И в той драматургии Которая была у него В поэзии Вот Видел Высоцкого Есть поэты И сегодня А вы общались? Да Мы с ним знакомы были По телефону Мы даже хотели с ним увидеться Хотели дать совместные концерты Вы приглашали Вот Александр его приглашал в студию Я знаю Но Видимо не смог Не нашёл времени Он мне говорил Что у него под Смоленском Погиб дед И он бы очень хотел Приехать в Смоленск И выступить со мной Вот на одной сцене Мы могли бы спеть с ним Песни Но не получилось Недавно я хотел поздравить его с днём рождения Он родился в январе Телефон не ответил А потом в сети я узнал Что его не стало И песня «Берега» Которая сегодня прозвучит Наверное в конце нашей передачи Она написана Вот так С учётом Подхода Сергея Панина Вот я Наслушившись его песен В интернете около 40 песен Его можно найти Все они прекрасные При этом Песня «Берега» Им была оценена Тоже он вдруг Присылал мне отзыв Говорит Очень хорошая песня Написал он Об этой песне Там история какая-то В этой песне живёт Ну она о метаниях человека Там Это философия Это вот как раз Та песня Которая не о любви Я говорю что у меня Вообще я написал Больше 110 песен Уже готовых Вот к изданию С аранжировками С записью Вот Это одна из тех Которая Вот Другой тематики А прежде чем Послушать эту песню Что-нибудь мы ещё Проанонсируем Из альбома Снег в июне Да Ещё одна песня Золотая ласка Я не могу не вспомнить Про свою замечательную Рыжую супругу Альбом «Золотая» Поэтому тема Золота Красоты Женской И любви Она никогда Меня не покинет Поэтому не удивляйтесь Не обижайте женщины Что я пишу В основном про рыжих Тогда Золотая ласка Сначала Золотая ласка Весёлая С чего начать Рассказ не знаю Но речь пойдёт О настоящем Её увидел Из окна я И сердце вдруг Забилось чаще Она была Всё ближе Ближе Как чудо Из забытой Сказки За цвет волос Безумно рыжих Её назвал я Золотой лаской Что делать мне Кто может Дать совет Дни утекают Как вода В песок Без золотой ласки В мире счастья Нет Я жизнь готов Отдать За волосок Я жизнь готов Отдать За волосок С тех пор Её искать Пытаюсь Брожу с рассвета До рассвета Я за соломинки Хватаюсь Но не найти Такого цвета Быть может Это просто краска Быть может И она Другая Но яркий Образ Золотой ласки Мне верить Чудо Помогает Что делать Мне Кто может Дать совет Дни утекают Как вода В песок Без золотой ласки В мире Счастья Нет Я жизнь Готова Дать За волосок Я жизнь Готова Дать За волосок Золотой Snace Я жизнь Счастья Золотой ласки И пусть проходит Дни и годы Я был женат и снова буду Песок вновь поглощает воду А мне осталось вера в чудо Но если честно сбросить маску И в том порука и моя лира Лишь только встречу златовласку Забуду вмиг все блага мира Что делать мне, кто может дать совет? Дни утекают, как вода в песок Без златовласки в мире счастья нет Я жизнь готов отдать за волосок Я жизнь готов отдать за волосок Я жизнь готов отдать за волосок В эфире «Стартовая площадка». В эфире программа «Стартовая площадка». Мы слушаем песню уже из будущего альбома. Автор и исполнитель Смоленск Андрей Евсеев. Сейчас так звучала песня «Золотовласка». Я вспоминала, что вот такого Андрея Евсеева. Я понимаю, знаю уже как слушатель. Потому что вот эти песни ироничные. Такая любовная лирика, очень личностная. Где и наблюдённость ей жизненная, и с юмором песни исполнены. И в то же время лирическая героиня прекрасная живёт золотыми волосами. И героиня, которая проходит через все песни Андрея Евсеева. Притягательная и недоступная. Притягательная, недоступная и незнакомкая. Которая вдохновляет поэта. И за кадром и студии сегодняшней, и сегодняшнего эфира она пребывает незримо. И в сердце Андрея она живёт. И ей посвящён был альбом «Золотая». Сейчас прозвучала песня, вот тоже «Золотовласка». Записывали мы Андрея, который исполнил песню «Марина Магдалина». И замечательно. Видеоверсия есть такая. Видеоверсия есть такая. Красивые песни, песни о любви, песни лирические. Мы сказали уже о том, что завершать программу сегодня будет другая, немножко другой направленности. Песня сложная, песня берегая. Но прежде чем мы на финал программы выйдем, традиционно хотелось бы к Андрею обратиться с вопросом. Но уже не такой для вас неожиданный этот вопрос, потому что вы в нашем эфире работаете не в первый раз. И знаете, что все программы, Александр Фрумин и мы по традиции заканчиваем вопросом к исполнителю. Что бы вы хотели так спонтанно пожелать аудитории, аудитории, которая слушает и смотрит сейчас телеканал на YouTube, и слушает интернет-радио Шансон 24, ваше интервью и ваше музыкальное материало. Вот вчера был день рождения Владимира Ильича Ленина. Пусть дело Фрумина живёт и побеждает. Спасибо. Спасибо большое. А мы будем вас поддерживать. Спасибо большое. Своей музыкой. И вы нас, пожалуйста, не забывайте, приглашайте почаще. Спасибо большое. Такие замечательные эфиры. Спасибо большое. Будем работать, будем жить, будем творить. И благодарю вас за эфир. Благодарю за эфир Анатолия Воронова. Завершаем сегодняшнюю программу. С вами был Андрей Евсеев, автор Смоленска, автор-исполнитель, доктор медицинских наук. И вела сегодняшний эфир я, Эльвира Фрумина. Слушайте нашу музыку, покупайте диски, заходите на нашу страницу на YouTube, следите за теми новинками, которые мы предлагаем вам. Всего вам доброго и до новых встреч. Что той жизни редко сотка, для меня же дни года. Сел в безвесельную лодку и в стремнину в никуда. Пусть небес смеются боги, я портовый, я не злюсь. Кто-то выставил пороги, воля ваша, помолюсь. Воду вылью сапога, мне бы граммов сто, рассердились берега. Знать бы хоть за что, на себя поставлю трешку, что не сгину до утра. Десять жизней, как у кошки, нечем крыть, моя игра. Мне бы водки и молотку, нет отказа дуракам. Жаль, не льется водка в глотку, девка ж бьет мне по рукам. Воду вылью сапога, мне бы граммов сто, рассердились берега. Знать бы хоть за что, через борт, как в гости волны. В закрутень поток несет, лодка в половину полна. Даже шапка не спасет, самогона плитру в зубы. Пил по боли мой отец, но лишь ветер студит губы и твердит, пришел конец. Воду вылью сапога, мне бы граммов сто, рассердились берега. Знать бы хоть за что, воду вылью сапога. Мне бы граммов сто, рассердились берега. Знать бы хоть за что. Нет, чтоб все случилось летом, но навстречу лед шугой. Благо смог прослыть поэтом, для таких конец другой. С борта в воду вскрикну охну, к берегам нелегок путь. Пусть в холодных брызгах сдохну, но согрею мир чуть-чуть. Воду вылью сапога, мне бы граммов сто, рассердились берега. Знать бы хоть за что, воду вылью сапога. Мне бы граммов сто, вновь простили берега. Видно есть за что. Студия «Ночной такси» представляет программу «Стартовая площадка». Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей. Стартуем вместе! Три, два, один, старт!